Эврикус. Уникальные игровые механики и локализации международных бестселлеров. В настольной игре «Хозяин леса» каждый игрок тайно встанет во главе одного из пяти лесных кланов. Раз в сто лет каштановое дерево приносит золотой урожай, и каждый лесной клан мечтает его собрать. Все уже готовы к схватке, но побаиваются сварливого медведя. Пришло время узнать, кто настоящий хозяин леса. Участники будут выбирать и выкладывать карточки леса, одновременно расширяя его границы и заполняя лес разными животными. В конце игры каждый участник раскроет тайную информацию о своем клане и подсчитает количество животных своего клана в лесу. Итак, мы почти готовы начать игру. Каждому игроку нужно выдать карточку клана, которую он хранит тайно от остальных. Даже при игре максимальным составом один клан у нас останется незадействованным, уберем его в коробку. Также у каждого игрока есть значок и башня соответствующего цвета. В центре стола мы видим стартовую карточку леса с четырьмя пустыми полянами. Рядом у нас лежит перемешанная колода карт леса, из которой нужно открыть четыре случайные карты и выложить их в ряд. Именно отсюда участники будут брать карты и добавлять в лес для его расширения. В свой ход игрок обязан взять карточку из ряда и присоединить ее к лесу. Затем, если на только что выложенной карте есть пустая поляна, то он может по желанию выставить на нее свою фигурку сторожевой башни. Новая карточка к лесу присоединяется по следующим правилам. Она причем должна удовлетворять их сразу все одновременно. Она должна накрывать хотя бы одну ячейку ранее выложенного леса. То есть я могу выложить карточку вот так или, например, вот так. Но вот так выложить нельзя. Она должна обязательно накрывать хотя бы одну ячейку. Ячейка с пустой поляной может быть накрыта любой другой ячейкой с одним или несколькими животными или тоже ячейкой с поляной. А вот ячейка с животными может быть накрыта ячейкой с большим числом животных любого клана. Например, здесь у нас одно, а здесь два животных. Я перекрываю вот так. Два, здесь у нас четыре. После чего выставляю сюда свою сторожевую башню. Ячейка со сторожевой башней не может быть перекрыта. Медведем можно накрыть любую другую ячейку, кроме ячейки со сторожевой башней. Сама же ячейка с медведем не может быть накрыта ни при каких обстоятельствах. Ячейка, которую накрыли, более не учитывается в игре. Значения имеют только видимые ячейки леса. Выложив карту, откройте новую, чтобы в ряду их снова стало четыре. Когда колода закончится, разбираются оставшиеся карты в ряду. После того, как в лес добавлена последняя карточка и игрок закончил свой ход, считаем очки. Используем вот такой блокнот. Каждый игрок открывает свою карточку клана. Одно очко игрок получает за каждую ячейку леса, где расположена животная клана игрока. Само количество животных в ячейке не имеет значения. Например, моим кланом были вот такие желтые ящерицы. Посчитаем, сколько клеток моих в лесу. Два очка игрок получает за каждую ячейку леса, входящую в самую длинную непрерывную цепочку из животных его клана. Вот моя цепочка из десяти ячеек. Я получаю за нее 20 очков. Обратите внимание, что во всей цепочке должна сохраняться непрерывность, поэтому указанная ячейка не входит в цепочку. Такая цепочка включает в себя все ячейки, соединенные друг с другом одной из сторон, но не диагонально. То есть, например, вот эту ячейку я в своей цепочке не учитываю. Теперь нужно посчитать очки за сторожевые башни. Игрок получает по два очка за каждую ячейку со своими животными, примыкающими к сторожевой башне, в том числе по диагонали. Моя сторожевая башня вот здесь, за своих животных я получаю всего два очка. За примыкающие к башне ячейки с чужими животными игрок получает одно очко. Ну, за исключением медведя. Он ни с кем не делится каштанами. И поэтому за свою башню я получаю два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь очков. Игрок, набравший больше всего очков, становится хозяином леса. В случае ничьей, последовательно сравните результаты игроков по пунктам блокнота. Тот, у кого первого будет преимущество, побеждает в игре. Хозяин леса — это игра на выкладывание карт. В оригинале, конечно, механика называется выкладыванием тайлов, но здесь это именно карты. В сочетании со скрытой информацией и борьбой за территорию. Участники здесь находятся в постоянном соперничестве за перевес на поле. И, конечно, остается небольшое место для блефа. В нее легко научиться играть, и она выглядит очень красиво, и так как-то по-домашнему уютно. Что, безусловно, является плюсом для семейной игры. А у меня на сегодня все. Играйте в те игры, которые вам нравятся. С вами был Филипп, с любовью канал Твой Игровой. Пока.